Послание Галатам, глава четвертая Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня? Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа и Иисуса. Как вы были блаженны? Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них? Хорошо ревновать в добром всегда, а не только в моем присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос? Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас? Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодное нерождающее, воскликни и возгласи, немучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. И так, братья, мы дети не рабы, но свободной. Продолжение следует...